В Донбассе сегодня полностью остановил производство еще один завод, Донецкий Металлургический. Сырье там закончилось, а новых поставок нет из-за торговой блокады, устроенной националистами. Они уже месяц не пропускают состава с углем. Но в отрасли все так взаимосвязано, что получается, активисты, называющие себя патриотами Украины, вредят украинским же заводам, расположенным на неподконтрольных Киево территориях. Чтобы не допустить их установки, власти самопровозглашенных республик, как сегодня объявлено, готовы принять меры. Григорий Емельянов о последних заявлениях Донецка и Луганска. Времени снять блокаду до весны, то есть до послезавтра. За это же время украинские предприятия, находящиеся на территории ДНР и ЛНР, должны перерегистрироваться по законам республик и войти в их правовое поле. Если нет, все эти предприятия автоматически перейдут под юрисдикцию Донецка и Луганска. Вы прекрасно знаете, что в связи с блокадой железнодорожных путей основили работу Инакиевский моторический комбинат, некоторые другие предприятия. И прекрасно понимают, что предприятия эти надо запускать, думать о людях. И было принято решение, что если в среду они к нам в нашем поле не перерегистрироваются, до среды точнее, то в среду они уже приходят под наш контроль, все предприятия. Это касается всех предприятий украинской республикции. И стадионов, и гостиниц, и так далее, и так далее, и так далее, полностью всех. Несмотря на агрессивные действия Киева, власти ДНР и ЛНР до сих пор не выводили украинские предприятия Донбасса из-под украинской юрисдикции. И уголь из донецких шахт поставлялся через линию разграничения. Ситуация изменилась в конце января, когда группа украинских радикалов перекрыла железную дорогу, надеясь задушить Донбасс транспортной блокадой. Все это при фактическом бездействии Киева. Блокаду осудили, вроде бы открыли дело, и только. За это время в республиках остановилось несколько предприятий. И сегодня из-за непоставки руды стал Донецкий металлургический завод. Столеваром попросту нечего плавить. Вывод предприятий из-под украинской юрисдикции поможет вернуть людям работу и принесет бюджетам республик деньги, от которых Украина фактически добровольно отказалась. Многие задавали мне вопросы, а как же мы допускаем, что на нашей территории работают украинские предприятия. Эти предприятия будут ориентированы на Российскую Федерацию, на получение сырья и выпуск этой продукции. Вся промышленность одного государства, которое было на нашей территории сконцентрировано, будет перестроиться, меняет полностью рынки сбыта. И наша сейчас основная задача – обеспечить зарплату и работу тем трудящимся, которые на тех предприятиях работают. Попыткой блокировать Донбасс радикалы добились того, что украинская экономика останется без критически важного сырья, которое до сих пор обеспечивал ей якобы оккупированный, как любят говорить в Киеве, Донбасс. Это очевидно и для экспертов, и даже для киевских властей. Но, похоже, ни разу не приходило в голову организаторов блокады. Украинская энергетика завязана на Донецкий антрацит. Семь из 14 теплоэлектростанций страны работает именно на нем. И альтернативы ему на Украине нет. Раньше Киев покупал антрацит у России и ЮАР. Теперь импорт свернули. Вот и выходит, что радикалы оставили без топлива половину украинских ТЭС. Убытки страны нарастают как снежный ком от каждого непропущенного через линию разграничения вагона с металлом, рудой и готовой продукцией. Бюджет по году недосчитается 2,5-3 миллиардов гривен. 2,5 миллиарда долларов валютной выручки не придется в страну. Нужно будет сократить около 45 тысяч рабочих мест, из которых 25 тысяч на контролируемой территории. Это большая беда для экономики. С этим нужно срочно что-то делать. Это просто означает разрушение этих холдингов. Разрушение металлургии, разрушение химии. Наиболее понятным является Авдеевский химический завод. Вот если этот завод не будет производить кокса, то Мариупольский комбинат и Запорожский просто станут. Они не будут производить металла. Если они не производят металла, то не только танки не будут строиться. Не будут строиться железные дороги, не будет строить все машиностроение. Попытки властей успокоить граждан неубедительны. Запасов антрацита хватит ненадолго. В зависимости от каждой конкретной ТЭС от полутора до трех месяцев. Киев же вместо того, чтобы бороться с радикалами, придумывает чрезвычайные меры. Как дожить до лета, не прибегая к веерным отключениям. А такая угроза вполне реальна. Один из вариантов все-таки изыскать в дырявом бюджете средства на импорт антрацита. Второй – захватить шахты силой. И судя по тому, что делает в последнее время украинская власть, этот вариант в числе приоритетных. Тем более, что радикалы, устроившие блокаду, не намерены ее снимать. Даже под угрозой навсегда потерять угольные предприятия Донбасса. Григорий Емельянов, Сергей Прокофьев, Первый канал.